Закопанный Древний Рим В исторических кругах до сих пор нет однозначного мнения о том, куда исчезла развитая на то время культура и цивилизация этрусков. Но историки соглашаются, что на ее останках появилась Римская империя. Версии в истории и археологии стандартные. Закат цивилизаций по причине войн за воеваний чужаками покорившие эту территорию, либо эпидемии и болезни. Нигде ни в одном источнике не говорится про масштабные катаклизмы как вероятную причину гибели и не только этой культуры. Альтернативные исследователи продвигаются в своих исследованиях намного дальше, чем целые коллективы именитых историков. В фильме «Секреты гробницы скорпионов» на YouTube-канале «Странница» приводится масса фактов доказательства этого катаклизма. Люди забивались в подвалы и сидели в домах в надежде, что они там спасутся. Но глиняные ливни не прекращались, и Рим был погребен под ее слоями. Все старые строения покрылись 8 метрами отложений. Вот и разгадка, куда ушли этруски. В видео есть также интересная информация по дешифровке этрусского языка. На это тоже стоит обратить внимание – язык очень похож на какой-то славянский диалект народов Восточной Европы. Как подтверждается в работах Гриневича о том, что этрусская письменность близка к русскому, что это один из диалектов русского языка. Римский форум – видно, что его основание находится ниже современного уровня грунта на многие метры. Остео-Анктика – раскопки середины 20 века при Муссолини. В этот период также и откапывался Рим. Как видно, раскопки подтверждают то, о чем говорится на видео. Что это была глина с небес? Вулканический пепел. Газопылевое космическое облако от пролетающей кометы очень мало пыли. Я не думаю, что ее хвост мог принести такие объемы глины на Землю. Еще одна версия – разрушенный космический объект спутник Земли. Помпеи с высоты птичьего полета. Здесь мы видим, что откопан далеко не весь город. Вообще говоря, произошла эта катастрофа не тогда, как говорят историки, не в октябре 79 года н.э. Это случилось в действительности 16 декабря 1631 года. Есть артефакты, подтверждающие такую дату. Но это отдельная тема. Кроме Помпеи, при извержении Везувия погиб еще один город. Геркуланум. Здесь мы видим, как выглядит этот город сегодня. Обратите внимание на уровень современного грунта и древний уровень, на котором построены строения. Видно, что он был полностью погребен под слоями грунта. Так почему археологи здесь утверждают однозначно, что эти города были погребены пеплом, а когда видят такую же картину, например, в Риме, не могут принять эту версию? Думаю, что все из-за того, что в случае с раскопками Помпеи и Геркуланума они видят серый вулканический пепел, хоть и слежавшийся, и остатки тел, скелеты, которые спеклись от высокой температуры этого пепла. А в других раскопках они видят глину. В чем разница между глиной и вулканическим пеплом? То, что глина – продукт водной эрозии. Но если пепел мог вызывать конденсацию на нем атмосферной влаги и выпадать грязевыми ливнями с одновременным окислением своих химических соединений, то противоречий нет. Горячий и раскаленный пепел будет быстрее окисляться и в ливневых потоках. Так как в нем есть соединение железа, то из серого цвета будет получаться рыжий, желтый, красный и их вариации, в зависимости от степени окисления и количества соединений железа. И эта жидкая грязь заливала все, где выпадали с ливнями объемы пепла от вулканов. Это могло происходить не один раз в разной степени катастрофичности и даже в отдаленных местах. Чиспа 1707 в LiveJournals сообщила комментарии у себя в журнале, Из общероманского бара это глина. Может быть стиль барокко тоже обозначает эпоху лепления из глины? Вот информация про извержение вулкана Лаки в Исландии. 8 июня 1783 года сама гора Лаки на юге Исландии не взорвалась. Она покрылась трещинами, из которых извергалась базальтовая лава. Извержение длилось 8 месяцев, а облако от него наблюдалось даже в Сирии. Почти весь остров был покрыт вулканическим пеплом, ветер разнес вулканический пепел и серную кислоту на огромное расстояние, отравляя землю и воду. В Исландии погибло до 25% населения. Так нам пишет Википедия. Но если про извержение вулканов Крокотау, Этна и Тамбора многие слышали, то про африканские вообще никто. В Африке, в Сахаре, в Аравии количество кратеров столь огромно, что молчание геологов по этому поводу выглядит странным. Список крупнейших вулканических извержений в далеком геологическом прошлом насчитывает многие десятки случаев. А поскольку официальным датировкам верить нельзя, вполне возможно, что эти геологические события происходили в средние века. Необъяснимые детали в римских дорогах, о которых молчат историки. Из официальной истории известно, что Римская империя была щедрой на строительство инфраструктуры на завоеванных территориях. Строили акведуки, мосты, тоннели и сеть дорог. Сопоставим объем строительства, пусть даже за сотни лет. Можно сказать, что из захваченных территорий не выкачивали ресурсы, не уводили рабов, а наоборот, этими гигантскими по тем масштабам стройками их развивали. Историки преподносят нам средиземноморскую цивилизацию как захватническую Римскую империю. А может быть, на самом деле везде был Рим изначально? Или Рима не было вообще? Предлагаю посмотреть детали в технологии строительства римских дорог. Многослойная укладка, бутовый камень, щебень, песок и плитка с бордюрами. И сами понимаете, все это вручную тысячи километров. Есть много вот таких дорог на бутовом камне с песчаногравийной посыпкой. Интересный пример. Рим засыпан глиной на 8 метров, а здесь над дорогой образовался всего лишь дерн. Ну и скажите, какой уж древности этот наш Рим? А с покрытием дорожной плиткой дороги делали в черте городов. И вот вам обнаруживается самое интересное. Дорога в Геркулануме. Домициевая дорога в Нарбонской Галии. Первый вопрос, как продвигаться по таким неровностям? После 10-50 километров у телеги отвалятся от тряски колеса. Вот посмотрите еще ряд примеров римских дорог и представьте, что едете по ней на телеге, на колеснице. Если вырубали булыжники для этих дорог, то ведь могли вырубить более плоские камни, которые более-менее пригодны для комфортного передвижения на гужевом транспорте, а не только верхом. Легче было бы оставить дорогу просто грунтовой, пусть на каменном основании, но тогда не нужны обработанные плиты, достаточно щебня и бутового камня. По гравийной дороге будет легче передвигаться и пешему, и конному, чем по такой вот гигантской булыжной. Разумеется, есть римские дороги с более-менее ровным каменным покрытием. Я уже не в первый раз возвращаюсь к теме римских дорог, и меня не покидает мысль, что поверх этих булыжных мостовых был либо насыпан плотный песчаный слой, либо песочный песок с мелким камнем и битумом, так сказать, древний асфальт. Эта органика с годами прошедших сотен лет разрушилась, оголив камни. Без этого финального покрытия римские дороги, мощенные камнем, как сказал выше, крайне неудобны для перемещения на повозках и колесницах. А вот еще наблюдение, о котором никто из историков не говорит. Вот странность, это колея в каменной мостовой. Водосток в дороге не нужен, дождевая вода уходит сквозь щели, как в современной брусчатке. Это именно вдавленность в каменных плитах. Такое впечатление, что камень был пластичным, как пластилин или как бетонное тесто, и кто-то проехал на телеге, не дожидаясь, когда камни наберут прочность. Это вполне реально. Римляне знали бетон и использовали его повсеместно. Не исключено, что и видов бетона, рецептур было несколько. Причем про эти колеи историки хорошо знают и, наверное, думают, что они образовались от износа камней повозками. Но дело в том, что дорога изнашивается не на такой узкой части, узкой колеи не образуется. И колея не по всей длине дороги, посмотрите внимательнее. Избирательно мостовая не могла износиться. А если колею делали специально, то почему только на ограниченном отрезке пути. О том, что каменные мостовые многих римских дорог бетонные, говорит и эта фотография. Это откопанный край римской дороги. Я увеличивал фотографию, и на ней видно, что это не пиленный блок, а формованный, потому что видны следы вмятин от боковых бордюр. И вообще, эти вмятины в римских дорогах мне напомнили каменные кольи в минеральном туфе в Крыму и в Чифут-Кале. Также такие есть и на Мальте, и в Турции, и в Испании. Историки называют эти камни пешеходный переход через дорогу. Но это же неудобно пешеходам. Зачем такое обозначение высоким камням? Может быть, это ограничители для невысоких повозок? Допустим, могли проезжать только на высоких колесах. И зачем такая избирательность? Чем больше чин, тем больше колеса. Зачем нужен этот желоб посредине дороги? Опять водосток. Обычно их делают по краям, а дорожное полотно выгнутым, чтобы стекало. А вот тут масштаб покрупнее, чтобы охватить еще римские строительные объекты. Многие римские дороги проходили по вот таким сохранившимся до наших дней мостам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok